ну что друзья всем большой привет сегодня поговорим на тему которую уже успели у меня попросить осветить по поводу моей коллекции и я понял одно давайте я запущу трансляцию демонстрацию я понял одно что одной частью здесь не обойтись потому что про каждые часы хочется отдельно сказать объяснить почему именно так почему какой есть контекст какие есть ошибки какой опыт и извлек какие есть нюансы поэтому не хотелось делать голубым по европам а хотелось с расстановкой вот в таком разговорном видео с вами обсудить и будет несколько частей я думаю 3-4 части со временем я выпущу данных данного направления как моя коллекция да и сегодня разберем первую часть как началось как какие были моменты интересные с чем связано поэтому давайте не будем задерживаться и поехали с чего все началось как вы помните из прошлого видео вообще про мои ошибки в начале увлечения часами и какие были сложности там с копиями с сами которыми они подходили и так далее был поворотный момент и был момент когда вот часы мне действительно понравились я понял что вот в этом направлении нужно двигаться вот такие вещи мне нравятся да и здесь идет речь про долгий перелет и тот момент когда знаете вот в самолете летишь и это был еще перелет такой транс атлантический долго там более 10 часов более дают там ну неважно более 12 часов где-то и или стал журнал это был air france рейс я листал журнал и увидел часы которые мне очень понравились внешне которые были как мне показалось не похоже ни на что и очень элегантные очень стильные очень интересные необычные и не то что носили люди вокруг меня и даже вот у меня я говорил до этого были все такое карьера такая банка у меня запястья где-то 16 с половиной 16 и 8 вот так и огромная карьера на мне смотрелась очень странно я их тогда уже продал и что это были за часы для многих это будет удивление и неожиданность наверное но я потом объясню почему и как и к этому пришел и почему не понравились им именно эти часы да не удивляйтесь но это часы фредерик констан кварцевая модель вот такая с накладными метками с полным календарем по сути потому что у нас здесь есть дата красная стрелочка у нас есть слева день недели и справа точнее нет у нас дата то справа справа в озере нас дата а это я даже не знаю что то может быть это и было секундная стрелка я уже даже не помню да потому что я сейчас объясню почему я не помню да потому что эти часы стали зацепили мой взгляд я их начал изучать смотреть сначала прочитал в журнале потом по прилету в интернете почитал посмотрел заходил бутик но в итоге их не купил потому что меня остановило что они кварцевые кварцевые часы да и я все-таки хотел механику как-то история с кварцем меня уже перестала интересовать к тому моменту но мне казалось у них ритейл я не зря я указываю здесь ритейл цены ритейл был порядка 1200 долларов или на тот момент по-моему в россии стоили они где-то 65 тысяч рублей где-то так наверное может быть меньше чуть-чуть и но я думаю доплачу я лучше немножко денег и куплю механику в подобном дизайне в подобном стиле потому что мне очень понравились эти часы вот только потом друзья мои да почему мы здесь в том числе тему хоможей в этом блоге затрагиваем я понял почему мне понравились так эти часы или почему я допустим хорошо перейдем на следующий слайд выбрал вот эти часы это фредрик констан классик по моему называется сейчас у них вот эта линейка heartbeat да то есть сердцебиение с открытым балансом позолота золотая дата очень красиво интересно сделано гелише и понятно что штампованная вороненые синеные стрелки и римские цифры и вот так все сделано двойной безель такой до двухступенчатые с другой стороны специально фото привел здесь у нас позолоченный ротор вообще-то механизм весь позолоченный почти фп журн и все у нас здесь так красиво сделано два естественно стекла сапфира да вот и очень элегантно так все аккуратненько сделано ритейл у них был около двух тысяч долларов на на тот момент то есть чуть-чуть но относительно чуть-чуть ты доплачиваешь и получаешь эти часы и соответственно я получил эти часы не знаю насколько будет видно в этой маленькой камере но пока вот мы такой формат используем обучающих вебинаров что ли мне он просто более комфортен исходя из моего опыта в финансах и преподавании и вы знаете да и для разговорных видео я думаю это достаточно оптимальный такой формат вы видите фото потом будем смотреть видео обсуждать какие-то буду показывать вам сайты идеи моменты я думаю что это максимально быстро можно сделать и смотрите вот вот эти часы они до сих пор у меня это я их считаю стартом коллекции я их честно последние годы не ношу не носил но они мне очень дорогие потому что понимаю если я их сейчас продам но они там будет стоить каких-то смешных денег не знаю там уж 500 долларов до их там 600 долларов их цена в лучшем случае 700 сами как часы то здесь база 2824 насколько я помню это там 38 42 часа запас хода интересно очень аппарат на самом деле они достаточно тонкие очень удобно они носятся могу порекомендовать тем кто хочет что-то очень классическая недорогое относительно и при этом премиум сегмента да естественно фредрик констант а не люкс но это такой неплохой премиум сегмент и в россии почему-то кстати очень любит фредрик констант закупать и продавать и достаточно популярна эта марка среди определенной прослойки людей хотя кто-то не любит говорит что они хомажет и понятно почему хомажет друзья мои потому что я могу забежать вперед и вот если вы посмотрите на двойной безель а вот у меня есть уже чуть-чуть забегая вперед на несколько думаю видео вот у меня есть часы блампа полный календарь да то есть у нас день недели месяц дата по кругу лунная фаза малая секунда на фредрике пиге очень интересная история очень интересные часы и понимаете вот здесь этот двойной безель и ушки я из вот мы с вами посмотрим и вот этот двойной безель и ушки все это фредрик констант просто схомажил просто с слизал у блампа в данном виде эта модель 1983 года еще до появления в принципе фредрик констант они по моему у нас 86 по моему или 88 88 здесь эта модель 83 года и у нас получается одинаковые часы эти более аккуратные более тонкие более продвинутый механизм фредрик пиге легендарный с полным календарем но вот со временем я пришел уже и к оригиналу скажем так а не камажу но эти часы это основа не на нее снова это громко сказано это начало действительно коллекции я не бегаю еще раз возвращаюсь я не буду эти часы продавать в этом нет никакого финансового для меня смысла теперь какие красивые стрелки обратите внимание они синеные и вот этот вот открытый баланс и здесь с рубином посерединке вот это по золото на самом деле очень красивое сочетание такой посеребренный циферблат и золотые до такого розового золота желтое золото это акценты до нюансы как открытый баланс и золотая дата мне кажется это очень клево сделано очень интересно цена качество очень хорошие часы как мне кажется особенно на вторички где они сильно теряют я думаю что про фредерик констан отдельно с вами поговорим я бы хотел одно видео записать отдельно посвятить им объяснить почему мне нравится это бренд до эта компания почему мне она не нравится почему они алтурят где-то где-то чего им не хватает для успеха действительно успеха в российском рынке успеха на европейском рынке потому что сейчас в европе их мало кто знает как-то не не так серьезно к ним относится поехали дальше за мои вторые часы не удивляйтесь это тоже будучи с фредерик констан я долго гонялся свое время за этой моделью потому что эта модель на уже мануфактурном механизме назначить на дороже я примерно ритейл так прикинул где-то вот 3 600 3 500 у них retail красивые часы безумно красивый циферблат синий с таким дымчатым эффектом переливом дата фаза луны клевые часы в них очень много и минусов вот эти часики они у меня до сих пор в коллекции сегодня будет несколько часов все которые у меня остаются в коллекции и одни которые я буквально продал на днях поэтому уже готовился к встрече с вами но они ушли у меня из коллекции винтажные часы но я уже вам слайдик с ними покажу что там за история вот такие часы они у меня до сих пор в коллекции я их надеваю достаточно редко последнее время но и в основном там я такой летний вариант легкий там белая рубашка скажу брюки там белые кеды допустим пиджачок и вот эти часы если вы там под дождь не собираетесь попадать потому что здесь 30 метров водозащита всего лишь естественно то достаточно неплохо они толстоватые скажу честно для моих штат с половиной 17 запястья да они ну большеватые что толстоват и большеват то есть вот я считаю одна из больших дебильных вещей которые делают в дырке констан это классические часы 42 миллиметра и даже самая slimline даже у них коллекция а кстати а я здесь не поменял у меня здесь опечатка не то название ставил это slimline у нас fc705 здесь механизм красивые часы интересно я вот хотел вам даже больше показать фото с по всем покажу сайта просто что бывает оценили красоту и интересность этих часов на самом деле вот накладные метки которые сияют абсолютно классно паза луны такой механизм механизм вообще меня очаровался время то есть у меня были часы дороже есть часы дороже в коллекции значительно но вот когда я смотрю на этот механизм этот скелетонизированный ротор настолько красиво сделано вот эта часть да то есть за те женевские полосы наверно да здесь это будет невероятно синеные винты то есть уровень обработки и как это все выглядит намного интересней чем у многих-многих за эту цену часов конкурентов да конечно это тоже хамаш конечно это тоже немножечко обезьяниют обезьяничают они на патек филипп классические часы очень очень похожи особенно если бы здесь было еще два окошка даты точнее дня недели и месяца то они бы были один в один вообще с популярными и очень дорогими часами патек филипп вот классные часы интересные если вам вы не гонитесь за каким-то супер брендом супер люксом но при этом хотите сбалансированные часы с фазы луны и синего цвета я фанат просто синего цвета у меня с этим есть определенные проблемы я даже избавляясь от в коллекции от часов синим цветом потом смотрю все равно они ко мне уже другие часы но возвращаются в эту коллекцию прекрасные часы очень здорово смотрится на фото смотрите какой перелив солнечные лучи эффект один из самых красивых в наверно циферблат в которые в принципе видел пока что да поэтому вот как то так так дальше что пошло сли а какая здесь вы не поверите вот у меня моя боль это заводная головка а вот здесь она луковичная в абсолютно винтажном стиле на это 50 или 60 или даже раньше стиль ну 50 и раньше даже до луковичной феноменальны на самом деле они она работает я сейчас попытаюсь то есть очень плавно заводится очень удобно и очень удобно и оперировать и ну проблема здесь одна что то 42 часа запас хода толстоват он даже слимлайн уши и ушки 40 2 миллиметра и 22 у них по ушам я считаю для классической модели но это очень много это колоссально много для классической модели так поехали дальше то скажете что тут один фредрик констан гоню больше чем нет дальше невероятная удивительная модель которую я гарантирую на 99 и 9 процентов вы никогда своей жизни не видели и вот эти часы джеки дро 71 72 года я купил как то у одного профессионала и человек кто занимается винтажными часами реставрирует винтажные часы это вот такой хронограф от джеки дро абсолютно не в стиле современного джеки дро потому что задолго до поглощения компании свотч групп да и здесь еще на старинном механизме механизме вальжу 7733 про который из вас тоже скорее всего никто не слышал я на форумах лазил это колоссальная редкая история 7730 естественно здесь основа но там была доработка которая потом признали не совсем удачной потому что немножечко странные были работа этого механизма да потому что там был такой немножко квакающий звук такой специфические работы не совсем такой вряд ли часто услышите вот и были нюансы но в целом это интересный механизм необычный я вам его тоже покажу давайте у меня есть для вас специальная подборочка профессиональных фото который делал продавец вот такие часы они удивительно грамотного размера потому что это хоть 71 год но у них 37 миллиметров диаметра и за счет того что у них вот такая циферблат подушка они смотрелись ну больше даже вот ну я думаю вот на 38 миллиметров точно они смотрелись очень аккуратно сейчас кстати в таком стиле многие бренды начинают делать часы вот ланджин возвращается к этому дизайну зенит выпустил достаточно популярные сейчас часы в этом дизайне вот такие интересные они в очень хорошем состоянии для старичка которому там 50 лет с хвостом да но знаете вот как-то не сели мне эти часы вот не сели они мне на руку сейчас я покажу механизм вот так он выглядит интересный механизм нету каких-то супер отделок да то есть это не высокое часовое там искусство и так далее но для 71 года когда у нас условного эпоха кварцевого кризиса да а у тебя такой хронограф синяя панда на редком механизме 7733 это достаточно интересно и симпатично выглядит вся эта история шикарное состояние они шли у меня вот на таком браслете миланское плетение хорошего качества и но как-то мне на этом миланском не зашло а вот на синим вот на этом с белой строчкой ну согласитесь достаточно неплохо это все выглядит люм здесь уже там не светил хронограф очень четко но его почистили сделали очень четко работал белая стрелочка хронографа феноменально это все выглядит очень симпатично но вот как-то вы знаете не не срослось у нас с этими часами почему же кедро вообще потому что я в свое время когда активно погрузился в эту тему знаете вот несколько моделей же кедро мне прям запали в душу ценники на них кусались и кусаются по сей день но вот мне хотелось как-то за уши притянуть эту историю чтобы на ней было написано же кедро и что-то вот что-то чтобы у меня было от этой компании тот момент для меня она была такая топ-5 и я просто увидел хронограф да и я думаю а почему нет просто попробовать для опыта для опыта коллекционера для опыта энтузиаста часового вот просто для опыта взять потому что мне понравилось состояние и мне показалось это безпроигрышная сделка да но знаете я их буквально там надел может быть 3-4 раза в летом в основном и вот как-то нет да то есть они у меня вот несколько лет были лежали потом я их там выставлял на продажу потом снимал 5 выставлял и вот буквально там позавчера девушка в подарок своему мужу забрала их чему я очень рад и отпустил эти часы потому что часы не должны лежать не должны радовать мы их должны выгуливать я не совсем понимаю знаете коллекции по 150 часов или даже по 40 часов которые у тебя там дай бог ты от силы там 6-7 носишь ну 10 все остальные у тебя лежат если это не прям инвестиция какая-то точечная да если это не ну то есть если у тебя нету для этого причины да какой-то финансовые возможно то мне кажется это не очень хорошо то есть лучше концентрировать лучше продавать то что ты не носишь перевкладывать эти деньги покупать может быть более дорогие часы но которые твои которые ты будешь носить которые тебе нравятся и которые будут составлять часть твоей коллекции да какие-то часы может быть это не будет не такой громкий бренд это не блампа не бриге не Ваширон Константин не Патек Филипп и так далее но это будет что-то интересное то что тебе будет самому нравится да поэтому вот такие дела здесь по поводу ритейла сложно что-то сказать потому что часы лохматого года я ничего не нашел потому что похожих практически вещей нету но я думаю так на то время неизвестно сколько они стоили сейчас я думаю бы такие стоили но не знаю но на уровне там ланджин таких да то есть я не знаю там ритейл бы был там две тысячи долларов я думаю плюс-минус да наверное две тысячи долларов был бы сейчас если ну конечно же кедро за две тысячи долларов часы не продает но просто вот сами как часы если вот просто из контекста их выдернуть то вот это где-то было бы две тысячи долларов так поехали дальше дальше часы которым я пришел через вот эти хронографы потому что я понял что я хочу что-то иное что более универсальное что более простое если хотите классическое но вот в стиле но вот эти часы в стиле восьмидесятых и насколько я помню эта модель это омега constellation да кто еще не понял так называемая девяносто девяносто пять потому что там дизайн девяносто пятого года но она переиздание тоже что там восемьдесят третьего по моему если я не ошибаюсь года или ранее здесь было много разных вариантов этих часов кстати эти часы сейчас на мне вот они пожалуйста вот они мега constellation эти часы конкретно хоть модель девяносто пятого года по документам две тысячи десятого куплены у нас официальном бутике на конюшенной соответственно на турбион да вот и ритейл у них тогда был две с половиной тысячи долларов сейчас я встречаю смотрю какие-то предложения почему-то пишут какие-то безумные ритейлы кстати давайте я вам покажу потому что это важно с одной стороны с другой стороны хотел вам циферблат сам ближе показать чтобы вам было интереснее смотреть потому что здесь абсолютно необычный циферблат вот кстати сайт нашел здесь продают за 3 300 типа сохраним 51 процент ритейл прайс 6 700 но это бред сумасшедшего потому что это вообще никакого отношения к ритейл прайсу их реальному не имеет ну даже старый ритейл 2 с половиной последний по-моему двенадцатый год примерно но сейчас бы они стоили блин ну четыре тысячи долларов максимум максимум а то и я бы там 3 500 да здесь интересно что легендарный калибр омега одиннадцать двадцать еще до коаксиального безумия который сейчас в омеге есть да коаксиальный спуск тридцать пять и пять очень интересный размер но за счет вот этих ушек за счет такой бочкообразной формы интересной ну вот я говорю на мне сейчас они то есть вы не скажете что это часы тридцать пять и пять миллиметров то есть я думаю что они выглядят как тридцать семь и у меня вот они четко практически лежат вот края запястья до края запястья я не чувствую что это маленькие часы какие-то там очень комфортные очень удобно особенно летом это лето я их активно как-то носил я продал свои улицы марины и вот как-то маленькие аккуратненькие часики вообще с удовольствием носил вот такие часы абсолютная классика вот в стиле восьмидесятых вот сзади у них красивый такой планетарий легендарный по-моему 8 звезд 8 звезд вот такая история если поближе с официального сайта вам показать омеги вот такой вот надеюсь вы видите здесь необычный циферблат знаете он выглядит как будто бы эта ткань какая-то то есть он не просто там во-первых он цвета топленого молока такого сгущенного то есть не белый да такая слоновая кость топленое молоко во-вторых здесь такое как ммм как ромбики такие как будто это ткань как будто это шелк с ромбиками красота неописуемая то есть на самом деле цена-качество я считаю это одна из самых недооцененных моделей у омеги и особенно вот светлый циферблат графитовый циферблат когда-то вроде бы я видел с синим циферблатом но где-то он канул в лету больше никогда не видел интересно метки звезда омега все это белое золото потому что в то время constellation считалась топовой линейкой у омеги и они здесь ну на наравне может быть сдавили да то есть и здесь они использовали самые лучшие технологии самые лучшие материалы ну там белое золото допустим в данном случае поэтому очень интересные часы очень необычные и я скажу честно у меня до них была еще другая мега constellation игл как там называется забыл второе слово короче Называется Eagle И Они вот мне были толстоватые И сильно они уже были Постарше сюда 2010 Ну вот я считаю они самая удачная модель Они такие пузатенькие Там уже коаксиальный Спуск И они на этажке И соответственно Соответственно Когда они у меня встали Там сломалась дата И мне в Петербурге В одной из самых известных Известных часовых салонов Посмотрели и сказали Ой блин это коаксиалка Ну тогда 25 тысяч рублей А чтобы вы понимали Если бы это была не коаксиальная спуска Просто ИТА Ну это бы стоило 15 на тот момент 12 И из-за коаксиалки в 2 раза дороже Во-первых А во-вторых Долго делали что-то На Казанской Я не буду говорить название Но я думаю все знают На Казанской есть И Но проблема в чем Блин Ребят Тем часам Сама по себе цена 100 тысяч рублей А давать за ремонт 25 тысяч Ну как бы не очень Да То есть Ну как-то вот Блин не очень Эти часы Если вы меня спросите Я считаю Намного более удачной модели То есть это Они тоньше Они легче Они проще В эксплуатации Они Здесь Более классические Стрелки Долфин Да по-моему Они называются Белое золото Все очень аккуратненько Меньший диаметр И при этом Они дешевле То есть На вторичном рынке Сейчас Первичного рынка Естественно Для этих моделей Нету Вторичный рынок Здесь цены Болтаются Если мы Берем рубли Где-то От 80 тысяч До 100 тысяч Рублей То есть За такую модель Я считаю Это одна из Скрытых Моделей Скрытых алмазов На рынке Часов Вторичном И Я тоже хотел Этой модели Отдельный Даже выпуск Посвятить Потому что У нас на канале Будет отдельный Плейлист Отдельное направление Это скрытые алмазы Где будут делиться Там Со временем Раз в неделю Или раз в две недели Какими-то Моделями Недооцененными Которые Я считаю Что их цена Не соответствует Их ценности Ценность в разы В два Три Десять раз выше Чем их цена И поэтому Вот Омега Констеллейшн 95 Я считаю Это феноменальная Покупка За 80 Плюс-минус Тысяч Рублей Это Тысяча С хвостом Долларов Тысяча Сто Тысяча Двести То есть Примерно Половина Последнего Ритейла Не того Который У латышей Какой-то Нарисованный В 6000 Евро А вот Более реальный Это Соответственно Достаточно Неплохо И обратите внимание Здесь есть даже Для точности Потому что Это хронометр Да И У нас Есть и карточка Хронометра И соответственно Здесь очень Тонкие Точечные Деления Каждую секундочку И очень аккуратно Это все Время бежит Все это Очень круто Выглядит Очень хорошая история Очень хорошая Модель Друзья Но это Наверное То Что Вот Четыре Модели Которые Я сегодня Хотел Успеть Вам Рассказать И показать И Выводы Основные Да Из нашего Из нашей беседы Правда У нас же Всплыли еще Бломпа Но это Скорее всего Одного Из следующих Выпусков Герой Бломпа Полный Календарь Есть много Плюсов В этой модели Есть много Минусов Но это Отдельная История Немного Несколько Минусов Плюсов Больше Конечно Давайте По выводам Нужно Понимать Что все Опыт И все В копилку Да Все в копилочку Как говорит Один Известный Телевизионный Персонаж Лысый Вот Абсолютно Я с этим Согласен Потому что Здесь Опыт На винтаже 71 Жеки Дров Для меня Опыт Фредерик Констан Я сначала Столкнулся С кварцевым Сейчас я кварцевые Даже не рассматриваю Часы для себя В коллекцию Ну вот Такая Вещица Цена Качество Вообще Можно на Вторичке Найти Если вам Нужны Именно Часы В классическом Стиле Что-то Похоже На Бломпа С бриге Вот скрещенный Такой Микс С открытым Балансом Ну то есть В бриге Это стоило Как чугунный Мост Дальше Нужен хамаш Или оригинальный Дизайн Ну это В принципе Опять же Отсылка К тому Что я сейчас Выше Сказал То есть Вот есть Такие Варианты Хамашики Небольшие Да Или там Условный Миду Хэмилтон Если вам Не хватает Динек На ролик Дату Можно влететь Потому что Какой-то Механизм Семидесятых Годов Семидесятых Пятидесятых Или военные Часы И вот Они там У вас Встали Или еще Что-то Потому что у меня Был опыт Тоже Покупки Военных Часов Хэмилтон То есть Был положительный Опыт Отрицательный Я кстати Про них забыл Я их тоже Продал Просто из коллекции Но возможно С вами поделюсь Интересная Тоже была Находка Восемидесятых Год Хэмилтон Хаккифилд Маленькие Военные Прям полевые Часы Вот Но С винтажом Я считаю Что нужно Только если у вас Есть свой опытный Мастер Который Понимает Винтаже Чтобы проверить часы Лично их только Покупать Абсолютно точно И Ну если какие-то Хитрые механизмы Нужно смотреть Потому что Когда часам Уже там 50-60 лет Все-таки Все мы не молодеем Там есть нюансы Да То есть Это не Нео винтаж Это все-таки Уже винтаж И там могут быть Проблемки Технического плана Какая розничная цена Такой лирический Скажем так Вопрос Потому что Нужно все-таки Здесь Смотреть За сколько Вы покупаете Эти часы Да Потому что Если Допустим Я бы купил Эти часы За полный прайс За 2000 долларов Тогда Да Фредерике Я бы сейчас Очень горько плакал Потому что Мне бы жалко Было Бесцельно На потерянных Полторы тысячи долларов На них Но так как Я их купил Значительно дешевле Я их покупал Заказывал Из Европы Они мне обошлись Тогда Что-то Около Тысячи долларов Да То есть Я уже Дисконт Получил Минус 50% Поэтому Сейчас Если бы Я их там Продавал Я бы их Продавал Там Минус 30 Все равно Да Все равно Продавал бы Там Минус 30-40% От цены Понимаете Если по цене Если по цене Покупки От ритейла Вообще Улетаешь Минус там 75-80% Поэтому Здесь вопрос В том За сколько Вы покупаете Винтаж Точно не надо Дорого покупать Потому что Там есть риски Поломки Какой-то Много Технических Моментов Вот Поэтому Цена 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 То есть За сколько Вы это купили Да То есть Если Омега Констеллэйшн Сейчас гонит Пургу Там С новыми Своими Констеллэйшн Да Скажем так Я считаю Это дорого Необоснованно Эти там 400-500-600 тысяч За эти часы А Вот такая Вещица Там За 80-90 тысяч Я считаю Это интересно Это Неоклассика Это Аккуратно Это Простой Механизм Обслуживания Достаточно Неплохо Для коллекции В том числе Эта история Вот Но То есть Не забывайте Про цену Вот в чем Моя рекомендация Мой такой Дружеский совет И не забывайте Что Задавать Самый главный вопрос Вообще Для себя А что Мне Действительно Нравится Потому что Можно Погнаться За Тем Что вам Навязывает Кто-то Вот Надо Часы Чтобы Были Похожие На Rolex Какие-то Дайверы Вот Надо Чтобы Были Часы Похожие На Классические Патеки Или Блампа И вот Держи Бери А что Вам Конкретно Нравится Что Вам Интересно Устраивает Ли вас Что У вас Часы Будут В коллекции Это Хамаш На Что-то Аккуратный Или Вам Нужен Исключительно Оригинальный Дизайн Тогда Вы Берете Что-то Такое Ни на Что Не Похожие Да Как Вот Улис Нардан Марин Синие Они Ни на Что Не Похожие Они Сами По Себе Да И В одном Из Прошлых Видео Я Говорил Что У меня Были Такие Часы Я Продал И Не Так Это Просто Было Да Потому Что Люди Разные Бывают Но Скажу Честно Что Но Они Это Оригинальный Дизайн Кому То Может Нравится Как Делают Улисы Или Слишком Нарядно По Цыгански Не Нравится Но Факт Остается Фактом Это Конкретно Не Хамаш Это К Сожалению Но Делают Достаточно Читаю Качественные Часы Хоть и Похожи Часто На Что Но Не За Ритейл Конечно То Если Вы Берете Дешевле Ритейла То Значительно То Это Может Быть Интересная Покупка Но Про Фредерик Констан Я Думаю Что Я Запишу Ближайшие Месяцы Видео Отдельное Если Вам Интересует Какая Другая Тема Друзья Мои Пока Канал Маленький Пока Он Начинает Развиваться Просмотры Я Набиваю Руку Понимаю Что Интересно Вам Что Интересно Мне Рассказать Что Я Могу Рассказать В силу Того Что Я Не Профессионал На Часовом Рынке Я Не Какой То Дилер Который Живет С Что Продает Что То Изучает Что Находит Какие То Механизмы И Я Развиваюсь В этом Вопросе Я Не Могу Назвать Профессионалом Поэтому Здесь Сильно Меня Строго Не Судите Я Вместе С Вами На Одной Стороне Мы Общаемся Мы Коллекционеры Мы Часовые Энтузиасты Именно Об этом Мне Нужна Ваша Помощь Нужны Ваши Лайки Рекомендации В том числе Какие Темы Вам Максимально Интересно Друзья Мои Ну На этом Все Сегодня С вами Был Виталий Сергиенко Я Помимо Того Что Профессиональный Финансист И Инвестор Да Финансовый Советник Но Здесь Мы С вами Именно Как Часовые Энтузиасты И Коллекционеры Для Меня Такая Любимая Тема Хобби Которое Я Надеюсь Со Временем В том числе Будет Принесить Какой-то Значительный Источник Дохода Потому Что У меня Есть Свои Мысли Свои Идеи Как Здесь Развиваться Но На данном Этапе Все Таки Я Вот Здесь Как Любитель Вместе С вами И Как Тот Кто Развивается В своем Хобби И Просто Им Максимально Интересуется Да Друзья Мои На этом Все Сегодня Всем Большое Спасибо За Внимание Надеюсь Вам Было Полезно Жду Ваши Лайки Комментарии И Увидимся С вами В следующем Видео На этом Все Всем Хорошего Вечера Жду Вашей Обратной Связи Всем Пока Все Полезные Ссылки Если Что В Описание Всем Пока